Лёгкое прикосновение и сложная печатная машина начинает выдавать страницы будущей книги с текстом и рисунками. За считанные минуты готово с десяток брошюр. Мальчишки и девчонки, участники проекта «Слов драгоценные клады», в восторге и недоумении. Они-то знают, цикл изготовления книги совсем непрост. До того, как пойти на экскурсию в издательство, несколько недель тренировались делать это сами, вручную и по древним технологиям. Очень сложно делали, зашивали их, искали кору в деревнях или что-нибудь другое. Ну, на солнце ложили, потом получился папирус, потом писали что-то на нём. В ходе экскурсии ребятам показали все этапы допечатной подготовки и после печатной обработки издания. Яркий момент – отправка книги на гильотину. Этот инструмент одномоментно приведёт в товарный вид полтора десятка брошюр. Домой ребята унесут не только секрет изготовления брошюры, но и военную тайну. Так называется книга детского писателя Александра Курака. Подписал он её лично каждому. Военная тайна расскажет о приключениях девочки Даши, которая узнала большой секрет о родном Благовещенске и его достопримечательностях. Это, можно сказать, такой шпионский детектив, в котором она приняла самое непосредственное участие. Ну, а дальше всё можно узнать только из книги. Это военная тайна. Впереди у писателя работа над следующей, восьмой по счёту частью. А у детей новые увлекательные занятия и экскурсии. Мы сейчас прошли уже некоторые мероприятия. Это были и глиняные таблички, и создавали книги из папируса, и берестяные послания. И сейчас мы переходим к созданию книги «Житие Сергия Радонежского». До конца августа проект «Слов. Драгоценные клады» охватит около сотни детей. Повторить его библиотека планирует и на будущий год. Данил Волков, Сергей Захарушкин. Программа «Город».